В имя Отца и Сына и Святаго Духа Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангелов! С вами Народный Батюшка, мира и добра вам! От Пресвятой Троицы Мы продолжаем с вами читать духовные наставления преподобного батюшки Серафима Саровского Сегодня у нас 25-е чтение о милостыне Очень интересно, что мы с вами о милостыне читаем после того, как прочитали и о душе, и о здоровье Ну и о дорогих формах, аскетике, например, охранении сердца, охранении познанных истин, о посте Все это мы уже с вами прочитали И вдруг о милостыне Вот почему так долго мы не слышали о милостыне в этих научениях? Хотя у нас считается, что в состав нашего с вами духовного совершенствования включается подаяние милостыни Интересно, что в 90-е годы, когда было много нищих, и эти нищие в Москве сидели даже в метро, в переходах, а то и на станциях там Вот на станции Комсомольской в одном месте все время был один нищий, которому много подавали милостын У меня был один знакомый, которому я все-таки остановился и решил спросить, почему он стоит, собирает милостыню И оказалось, что он инженер с крупного производства, причем с космического производства Он после приезжал ко мне сюда и несколько времени жил для определенной реабилитации И он спился и дошел до того, что стал нищим Он продал тогда квартиру за бесценок Помните, как в Москве обманывали, да и сейчас обманывают квартиры По-хитрому скупают Он остался без квартиры Жена у него ушла Дети его бросили, потому что он вот так себя Из главных инженеров он тоже вылетел Естественно, куда-то его после этого профессии брали на работу Но он все ниже и ниже спустился до грузчика А в конечном итоге оказался на улице И вот он в этом состоянии пошел в храм До этого он не был верующим, был атеист Пошел в храм И в храме ему назначили должность собирать милостыню Собирать милостыню Я, говорит, так был удивлен Я думал, они меня там заставят ходи, молись и все остальное Но, честно говоря, тогда были и такие священники Которые эту милостыню Собирая в большом количестве еще и сами Этой милостыню питались Как-то у нас было дело Бывшего архимадрида Зосима Он сейчас то ли лишен уже сана То ли только в запрете еще находится По-моему, лишен У него была целая команда в Москве Тогда сообщали, что 36 человек, по-моему, у него в одной квартире жили И они стояли с ящиками Собирали милостыню на ивановские храмы Я сам видел этих стоящих Я тогда не понимал, кому они это собирают И куда это все идет Я думал, что действительно ивановские храмы посылают Оказалось, Зосима все себе собирал Он накупил квартир Иваново Ну, в общем, в разных местах И в конечном итоге Эта милостыня Оказалась В руках Некачественного человека Я бы так сказал Но те, кто подавал эту милостыню Они же искренне думали, что они делают дело Божие Дело Божие Так вот, когда я познакомился с этим Человеком, собирающим милостыню Я начал с ним разбираться А как он сам понимает вот этот сбор этой милостыни И, честно говоря, он тогда не осознавал Зачем, кому он и почему это делает Потом я регулярно стал Я ездил туда, в Марфо-Мариинскую обитель Мы там детей реабилитировали И общались много с матушкой А он на Третьяковске стоял там, в метро Так вот, я периодически с ним встречался-встречался И все спрашивал, как меняется Оказывается, он углубился в процесс Куда идут эти деньги Поставил условия Что он сам будет на храм эти деньги тратить Начал на эти деньги, что собирает там Крышу крыть, кресты менять Ну и так далее, там подобное И в конечном итоге он сказал Мне так это понравилось У меня как бы свой фонд Частично, конечно, я отдаю все священнику Но я знаю, сколько отдал Как учитывается, на что тратится Ну и он рад, что эти деньги таким образом тратятся А уж куда другие тратятся, я не знаю Вот так он рассуждал Но интересно оказалось Что вот такое втягивание Вот в такую милостыню Не очень-то и поспособствовало Ну в конечном итоге, когда я его последний раз увидел Он уже стоял на площади Пушкина Там есть такой большой переход Там несколько Чкаловска, еще вот тут сразу несколько Станций метро и огромнейший поток людей И он там стоит и проповедует Не знаю, есть ли у меня ролик По-моему, в давних каких-то роликах Там есть такой маленький эпизодик Где я его снимаю Он в подряснике Он, значит, с этим С надписью, что он собирает С ящиком И так проповедует Я постоял в стороночке сзади Послушал Ну что-то прямо течет из него Настоящая такая христианская проповедь к нему Значит, батюшка-батюшка к нему Вот так, батюшка-батюшка Вот, а это скажи, это скажи Больше того Гляжу, благословляет Благословляет И ручку ему целует Я не выдержал Даже имя помню Знаете, не буду называть Вот, апостольское такое имя И я подошел, говорю Тебя что, руку положили? Он засмущался Да нет, батюшка Вот, да нет Это, вот Вот выдали подрясник Я вот так в подряснике Я, ну слушай, ну тогда Как-то благословлять тебе Да не хотят Ну что ж сделаешь Люди немощные Они вот деньги дали Хотят, чтобы их благословили А священника рядом нет Хотите, говорит Рядом стойте Я с вами поделюсь Вы будете благословлять Еще чего-то А я буду Деньги собирать Ну и Когда я устану Вы проповедь почитаете Я так смеялся Я говорю А сколько ты Собираешь-то? И он Назвал такую сумму Мы За год Храмом Такой суммы не зарабатывали Которую он зарабатывал За месяц Я даже скажу Что в несколько раз Он больше, чем у нас За год проходило Зарабатывал за месяц И я ему говорю Слушай, ну так этот храм Куда ты эти деньги сдаешь? Наверное, уже Просто золотом весь покрыт Раз такие У тебя сборы А он и говорит Батюшка, да я ушел из храма Я говорю Как ушел? А для кого же ты собираешь? Ну я просто сейчас Фонд собираю И Значит, кому потребуется Каким храмом нужно будет Я буду помогать Я говорю Ну вот мы здесь В Марфо-Мариинской обители Детей реабилитируем Может быть Туда ты эти деньги будешь сдавать? Ой, я батюшка посмотрю Я Я Почему бы нет? Дело хорошее И так далее Вот И Не знаю Сдавал или нет Я не знаю Вот В конечном итоге Но Когда я его тронул А почему он бросил храм? И почему он Не сдает В какой-то другой Рядышком Храм Потому что И там Кстати В Клементьевском Переулке А это у Третьяковки Начали мы Храм тогда восстанавливать Я Курировал это восстановление Ох Здесь Что у нас? А Здесь Высок Петровский монастырь был Мы с отцом Иоанном Экономцем Дружили И я здесь Часто ходил И мимо него ходил Я ему говорю Да, я цую Иоанну У него там Ребилитация наркоманов Происходит У него Монастырь огромный Надо восстанавливать Я подумаю Подумаю То есть Вот я ему назвал Куда Но когда я тронул Вот эту тему А почему он сейчас Себя никому-то отдает И пошло И пошло Эти такие Эти всякие Эти священники Он Грубо говоря Знал практически Уже всю Епархию Московскую Он знал практически Всех священников Начал мне рассказывать Кто за какие деньги Купил свои должности Кто сколько зарабатывает И все остальное И я Про себя думаю Вот так ничего себе Он попал В такое Положение Где мог стать Святым Собирая Грубо говоря Милостыню И ее тратя На Святость А в конечном итоге Его гордыня И я боюсь Что вообще Привела к тому Что он Свою церковь Открыл Но ему так хорошо Было Что он проповедует Пока мы с ним Тут перекидывались Минут Десять На меня уже Злиться начали Что ты Отвлекаешь Это наш Батюшка Мы тут С ним Целую общинку У него тут Уже Организовалась Они тут Его поддерживали И даже Подлавливали людей Где-то Чуть-чуть Издалека Что вот там 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 Собирают Вот пойдите Там Собирают Денюжки Но они Говорили на храм А не на храм То есть Получается Что вот Когда мы с вами Подаем милостыню Нам говорят Что делайте ее Не глядя И не задумываясь Кому вы отдали Эту милостыню И она вам зачтется А с другой стороны В конечном итоге В Москве Столько Жуликов Образовалось Которые Эту милостыню Собирали себе В том числе И на Наркотики И на все остальное Что у меня Возникло сомнение Что милостыня Вот такая Может Иметь Священно действие То есть Ты Зная Что отдаешь Жуликам Получаешь ли Святость Благодать От этой милостыни Вот давайте Мы сейчас Почитаем Батюшку Серафима Честно говорю Что я Сейчас читаю Чуть-чуть призабыл О чем у него Здесь о милостыне Написано Поэтому рассказал А сейчас мы сравним На самом деле Что же тут Он говорит об этом О милостыне Чтение 25 Должно быть Милостиво К убогим И странным Осем много Пеклись Великие Светильники И отцы Церкви Вот видите К убогим А так и получилось Но ведь мы С вами Помним Что Они Убогими Стали специально Притворяться Искать Убогих Которые Больные И Вытаскивать их Из квартир Там инвалидов Таких убогих Детей стали делать Инвалидами Я уж извиняюсь Там Целое уголовное дело Было Что Какие-то Цыгане Воровали детей Детям Ручки отрезали Еще что-то Чтобы он инвалидом Тут лежал Выставляли И на этом Зарабатывали Но это жуть какая-то Потом Собачек Таких же Значит Ножки собачкам Лежит она без ноги Помогите собачке Вот это как Они убогие Или странные Им надо Таким подавать Читаем дальше В отношении Всей добродетели Мы должны Всеми мерами Стараться И исполнять Следующую заповедь Божию Буди Милосерди Якой же Отец ваш Милосерд Есть Так же Милости Хошу А не жертвы Милости Хошу А не жертвы Вот это очень Интересное Замечание Потому что Жертва Это установленное Богом Отношение С Ним Когда человек Что-то Дает В Желаешь Что-то Получить Обратно Жертвоприношение У нас Литургия Это жертвоприношение У нас До этого Были Другие Формы Жертвоприношений И В чем Разница Между тем Что Милости Хошу А не жертвы А в том Что Жертвоприношение Это желание Заработать И поэтому Жертвоприношение Все время В истории Человечества Ну в том числе И человеческие Жертвы были Уж извиняюсь Но и Младенцев И Девиц И Не то что Уж там Скот В огромных Количествах Жертвовали Кто описывает Из историков Что он Видел Как Служили В этом храме Разрушенном Сейчас В Иерусалиме Когда он был Во славе Какие Стада Гнались Животных На Богослужение И Как рекой Текла Кровь С горы И Становился Значит Река Прямо Кровавая Текла По ним Кровь В больших Количествах И Это вот Жертва Для чего А для того Чтобы что-то Поиметь Какую-то Для себя Благость В жизни Ну то есть Пользу какую-то Причем Была установлена Что Сколько Какого-то Состояния То-то 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 В общем До воробья Грубо говоря Да яйца Мария Принесла Яйцо Крашеное Как жертву Вот это Жертва А милостыня А милостыня Она не предполагает Что ты что-то Хочешь Взамен Да Когда вы Подаете Нищему Убогому Вы же не хотите Ничего Нет Иногда Скажут Помолитесь Интересно Что У меня Было Очень много Случаев Почему-то Вид что-ли Такой У меня Или это Что меня В метро Еще где-то Могли остановить И Батюшка Помолитесь И пожертвовать Ну сейчас Вы жертвуете Тоже Ведь С этой же Как говорится Целью Одни Жертвуют Пишут Батюшка Помолись А другие Милостивые Они Жертвуют Даже Ничего Не написав И Ничего Не попросив Так вот Получается Даже Вот Среди Нас Среди Вас Есть те Кто Хочет Жертвует На канал А есть Те Кто Милостыню Подает Каналу Причем Кому Подает А вот Такому Странному Убогому Я Как говорится Не канонический Как бы Священник Я Лицо Такое Под вопросом Кто он Такой Что он Такое Делает Вот Юродивый Такой Как бы С какой-то Степени Так вот Ну Видимо Я и попадаю В эту Категорию Где Кто-то Чувствует Ох Надо Батюшке Дать Он Он Странненький Самому Интересно Создавать Вот Что Я То Сам Действительно Как нищий Сижу Вот С Камерой Грубо говоря Дорогой Это у меня Шапка Такая Куда Которая Говорит А нет Это Скорее Замена Да Объявление А вы Милостыну Подаете Или Жертвует В принципе Для меня Честно говоря И приятно Когда вы Помолиться Просите И приятно Когда вы Просто Жертвуете Но Помолиться В чем Дороже Вы все-таки Таким образом Верите Что моя Молитва Близка Господу Что она Что-то Делает Еще раз Прошу Потому что Многие Просят Потом Благодарят Но Хоть Чуть Расскажите Что Произошло Как Одна Тут Написала Голова Не проходит Никак Я ей Объяснил Что сделать Ой Батюка Благодарю Я говорю Что произошло Все хорошо Все замечательно А я хотел бы Знать процесс Вот А как это Действительно Действует Даже Если я Просто Помолился Ну Кстати Отец Иоанноники Чехачева Всегда Спрашивает У своих Кто Приходит Здесь Что С ними Изменилось Как Даже Просит Что Если Уехали После Напишите Что Произошло Таким Образом Как-то Корректируешь Мне Тоже Интересно Что Написали Список Милостыню К нему Приложили Я Обязательно Молюсь Вообще Я Есть Список Нет Список Чаще Сего Имя То Ваше Есть Все Время Кто Прислал Я Обязательно Молюсь Проблема В том Что Иногда Счет Не Ваш И Тогда Лучше Написать Какое Имя Вы И Тогда В любом Случае Что Милость Жертва Но Господь Хочет Милостыню Милостыню Сим Спасительным Словом Мудрые Внимают А неразумные Не Внимают Оттого И награда Будет Не Одинаковая Как Сказано Сеющие Скудостью Скудостью И Пожнут Сеющие Же О Благословении О Благословении И Пожнут То есть Те Кто Сеет Мало Зерна Получат Маленький урожай Те Кто Погуще Но Тут Тоже Есть Определенные Раскидывать Куда Попало И Как А вот Это Вот И Есть Вот Смотрите Как раз Вот Это Объяснение Что Ты Можешь Раскидывать Кому Попало Куда Попало И Сколько Попало А Результата Не Будет Потому Что Сеемое Зерно Может Оказаться На Сухой Земле На Камне Помните Эту Притчу У нас Интересно Просто В огороде Наблюдение Как Матушка Редко Посадит Морковку Морковка Вот Такая Вырастает Как У нее Остались Семена И Она Погуще Они Всходят Хиленькие И Вроде Ну да Много Морковки Будет Она Вырастает Малюсенькая Когда Тесная Так Что Кто Скудостью И Пожнут Сеющие Скудно Пожнут Пример Петра Хлебодара Который За кусок Хлеба Поданный Нищему Получил Прощение Во всех Его Грехах Как Это Было Погазано Мо Введение Да Подвигнет Нас К тому Чтобы Мы Были Милостивы К Ближним Ибо И Мало Милостивно Много Способствует К Получению Царства Небесная Четь Менеи 22 Сентября Творить Милостивню Мы Должны С душевным Благорасположением По Учении Святаго Исаака Сирина Ашедаси Шо Требующему Да Предворит Деяние Твое Веселие Лица Твоего И Славесы Благими Утешай Скорбь Его Вот Это Самый Замечательный Потому Что На мой Взгляд В этом И суть Правильной Милостыни С каким Ты Духом Это Даешь С каким Ты Значит Подходишь К этому Человеку Чувствам Какой Эмоции Потому Что Ну вот Так Можно Раздавать Все время Думая А какие Они Нехорошие Люди Нате Вам Милостенькую Что Что Смогу А я Всегда Нищий Был У меня Такие Случаи Приехал Я На Значит Утреннем Поезде В Москву За мной Должна Приехать Машина Там Человек Которому Нужно Было Помочь Его Супруге Помолиться Там Ее В общем В общем Нужно Было Помочь Он Опаздывал Я Вышел У Ярославского Вокзала Сюда К дороге Где Машины С Левой Стороны Вокзала Стою У дороги Время Примерно Около Пяти Часов Утра Подходит Нищий Вот И Говорит Батюшка Подай Я говорю Слушай Родной Все бы отдал Ну Гляди Пустой Вот так Выворачиваю Ему Карманы А там Пять копеек По моему Я на всякий случай Сберег На метро Нет Жетон на метро Если не приедет То я на жетоне Доеду До своего друга И там он Всегда мне Поможет И он Такой Посмотрел Чё Батюшка Нищий Я говорю Откуда ты Я говорю Из Иванова Ах из Иванова Стой здесь Стой Я сейчас Прибегу И убежал Убежал Прибегает Значит У него Такой Какой-то мешок Из чего-то Ну Не холщовый Но типа кожаный И полный Денег Он так Раз туда Вот так Достает Говорит Батюшка Сколько тебе Я говорю Дорогой Да мне ничего Не надо У меня Сейчас машина Приедет Меня Батюшка Возьми Возьми Он меня Иссудил Мне в карман Какие-то деньги Это было Настолько Поразительно Что я Конечно Вот тогда Заинтересовался А он Ну Кстати Не поговорил К сожалению Я с ним Не поговорил Но я много С нищими Разговаривал У меня Была Такая Целая Серия Публикаций В живом Журнале Как я с ними Встречаюсь И очень Многие Кто-то Деградировал В течение Каких-то лет Кто-то Интересно Жил Там Нищие На Курском Они меня Прямо Знали И какое-то Время Когда я Мимо них Ходил А я ходил В антидопинговый Центр Мимо них Мы реабилитировали От наркомании Ребят И поэтому Мне нужно было За анализы Там ходить И так далее И какое-то Они время Кричали Батюшка Дай денег Батюшка Помоги Я устанавливался Беседовал Там Наташа У них была Главная Такая Царица Они ее звали А потом Одного Нет Другого Нет Наташа Уже Валяется Такая Никакая Вот И они Когда меня Увидят Потом Кричали Батюшка Помолись Нас Уже Ничего Не требовали Но интересно Получилось Когда Мой Знакомый Близкий Сергей Корноухов Начал Раздавать Милостыню Такую Серьезную Он Занялся Обеспечением Их Питанием Там Кухню Значит Обеспечение Их Одежды И объявил Что собираю Одежду Кстати Недавно Он Сергей Корноухов Недавно Он Давал Объявление Кому Нужно Одежду Какую-то Обратитесь У меня Полные Склады Там Москвичи Действительно Ему Столько Всего Нас Давали Причем Нас Давали Дорогих Шуб Значит Потому что Была Мода Их Накупили А после Как в Москве В шубе Это же Убийство В Москве В шубе Ходить Даже Зимой Там Всегда Жарко В метро Везде Всегда Тепло Так Вот Он Привез К ним Сюда На Курский Раздавать Эту Одежду Они Набрали Все Вот Этих Шуб С Бобровыми Воротниками Ну Таких Богатых И я Иду В очередной Раз Они Такие Там Установки Они Все Лежали Их С вокзала Прогнали Трамвайной Лежат Такие Убогие На Мешках И Все В шубах Вот В таких Дорогущих Невероятно Вот Такая Она Бывает Милостыни Но Смотрите Главное Это Тут Оказывается Надо Подавая Ее Сначала Дух Милостивый В себе Иметь Вот Что Должно Прилагается Тогда Получается Эта Милостынь Так Как Некий Тренажер Нам Во-первых Проверки Со своего Состояния То есть Дайте Стороночке И Она Говорит Вот я Из-за пьянства Пустилась Поэтому Конечно Вы правы Когда Вы мне Денег Не даете Этой Нищенке Но Я На самом деле Вот Высококачественный Специалист Попавший В такую Беду Людмила Равановна Ее Взяла Она Ее Потом К себе В Москву Отвезла Она У нее Жила Ребюлитировал Не знаю Чем Закончился Последнее Время Я видел Что Она Вроде Здоровая Была Но Алкоголизм Такая Вещь Сегодня Здоровый Завтра Вышел И Опять Упал И Опять Стал Опять Погиб Поэтому Дорогие Мои Милостыня К ней Должна Прилагаться Благодать Вашего Духа Видите Веселие Лица И Словесы Благими Утешая Скорбь Его То есть Кроме Милостыни Вы Можете Что-то Ещё Ему Сказать Вот Почему Эти и кричали Потом Вот эти Мне Батюшка Помолись Потому что Я несколько раз Останавливался Действительно Выворачивал Карманы У меня Никогда Денег Нет Я Если Их имею То что-то Сразу Трачу Раздаю Или Ещё Что-то Либо Мне Просто Господь Не даёт То есть Уберегая Меня Видимо От Каких-то Особых Соблазных У меня В сервер В нулях Такие Мои Средства И Поэтому Я делюсь Разговорами Меня знали Нищие У Курского Меня Знали Нищие У Третьяковки Прямо У них там Сделали уголочек Где поставили Каменные Такие Скамейки Тоже По-моему Я Снимал И Рассказывал И Я иду К Третьяковке Они кричат Отец Михаил Народ Народ Оглядывается Народ Весь Вот такой В шоке Что тут Нищие Они же Они как дети Они Непосредственно Им все равно Значит Что они Делают Интересно Там стоял На посту Один полицейский Там Есть переход Там Здание Атомного Такого Ведомства И он Здесь Стоял И вот он Каким-то образом Несколько раз Пронаблюдал Что вот я так И С ними беседую Они меня И все Выну Что у меня есть Деньги какие Есть им Раздам И я Перехожу На ту сторону А там Марфа-Мариинская Обитель Значит Тут И он Меня останавливает И говорит Батюшка За что Ты их Любишь Я говорю Так ни за что Они просто Такие Убогие Он говорит Я когда Пришел Сюда Стоять Первый раз Увидел Тебя Как ты С ними Я подумал Что Вот Гаденыш Он видимо Их Использует Они видимо Ему Деньги Собирают Но я Увидел Что ты Проходишь Мимо И не всегда С ними В общем Я понаблюдал За тобой И мне стало Интересно Как можно Этих людей Уважать Я говорю Ну Попадешь Сам В такие Увидишь Как тебе Это дорого Будет Нет 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 Батюшка Помолись Я Постараюсь Не попасть Так что И вы Постарайтесь Не попасть В Тех Кто Кому Требуется Милостыня А Господь Их держит Для того Чтобы мы Проявили Свою Милостыню Ну или Если вы Попали В это Состояние То Уж Постарайтесь Эту Милостыню Как-то С пользой Использовать Если вам Дают Действительно На еду На Воздоровление Или Вот На канал Приют Ангелов Можете Использовать Так что Дорогие Очень Полезный На мой взгляд Такое Наставление И Особенно Оно Полезно Тем Что Душа Должна Быть Милостывая То есть Не Упражнение Такое Для своей Пользы Я Им Или Для своей Гордыни А это Желание Души Быть Милостивой Должно Быть И тогда А милостынь Может быть В чем Хочешь День Деньгу Подать Слово Сказать Вещь Какую-то Отдать Сейчас Очень Многие Собирают Например Вот На фронт Какие-то Вот это Тоже Та же Самая Милостыня Абсолютно Та же Самая Вы же Отдаете Это Не для Того Чтобы Вам Что-то Вернулось Хотя Я Вот У меня Волосы Дыбом Стали Когда Я услышал Оказывается И на этом Некоторые Зарабатывают Могут Могут Воровать Такое Это Вообще Полное Безумие На мой Взгляд Те Кто Организует Ради Воровства Или Изымает Из Того Что Они Самые Для себя Ценные Абсолютно Так Приходите Здоровья Вам Всем Радости Все-таки Лучше Быть Милостивым Чем Собирать Милостыню Что Я Вам И Желаю Бокс И Помоги Им Здоровья Всем Радости Аминь Аминь